приветствую всех с вами олег саламаха у нас начинается новый супер турнир под названием vr chess masters который пройдет с 15 по 26 февраля играет у нас 10 шахматистов и давайте посмотрим кто же принимает участие очень интересный состав на самом деле играет ян непомнящий аниш гири уэсли со ливон аронян ян шиштоф дуда дамараджу гукеш надербек абдусаторов винсент каймер рамеш бабу прагнананха и андрей есипенко турнир как мы видим достаточно молодежный играют практически все известные сильнейшие шахматисты поэтому давайте посмотрим как закончились партии сегодняшнего тура нового супер турнира vr chess masters внимание на экран турнирное положение участников после трех туров следующее лидирует ливон аронян у него два с половиной очка из трех два очка из трех уэсли со и дамараджу гукеша 50 процентов у аниши гири яна непомнящего андрея есипенко и надербек абдусаторова одно очко у рамеш бабу прагнананхи и яна кшиштофа дуды и замыкает турнирную таблицу винсент каймер в активе которого пока всего лишь пол очка четвертом туре играет дамараджу гукеш против винсента каймера надербек абдусаторов против рамеш бабу прагнананхи ян шиштоф дуда против ливона ароняна аниш гири против андрея есипенко уэсли со против яна непомнящего белыми играл уэсли со черными играл ян непомнящий в этой партии у нас было разыграно каталонское начало после слон b4 шаг слон d2 ян не меняется на поле d2 а уводит слона на поле е7 после слон g2 рокировка рокировка c6 ферзь c2 конь d7 слон f4 b6 водя d1 слон a6 конь е5 играют белые и после конь бьет е5 de создается напряжение в центре как мы видим ладья становится напротив ферзя конь d7 cd cd и е4 белые подрывают пешку ладья c8 ян непомнящий нападает на ферзя конь c3 и здесь ян непомнящий находит сильнейшее продолжение он скидывает пешку играет d4 но при этом оставляя двух слонов белых фактически в дурачках смотрите слон с поля f4 упирается лбом в пешку на поле е5 ну а слон с поля g2 упирается в пешку на поле е4 после ладья бьет d4 ферзь c7 ян непомнящий уводит ферзя из подсвязки и сам связывает коня ладья d1 ладья d8 h4 h6 и лишняя пешка белых совершенно не чувствуется h5 слон c5 ладья d2 слон f8 ян непомнящий уже показывает что он согласен на ничью ладья d4 слон c5 ладья d2 слон f8 но здесь уэсли со решает попробовать поиграть на победу играет a4 и отказывается от повторения конь b8 ладья бьет d8 ладья бьет d8 ладья бьет d8 ферзь бьет d8 с доски ушли очень быстро все ладья и после конь b5 слон бьет b5 a b слон c5 играет ян непомнящий и уэсли со играет ферзь d2 намереваясь разменять ферзей поскольку единственная открытая вертикаль есть на доске и после ферзь d2 слон d2 несмотря на то что у белых лишнее казалось бы пешка но смотрите все пешки сдвоенные и слабые слон d4 играет я не помнящий нападая на пешку на b2 и на е5 и вынуждает белых встать слоном на поле c3 после слон бьет c3 bc теперь у белых просто плохой слон а у черных хороший конь но черные без пешки конь d7 f4 конь c5 и получается так что здесь на доске крепость после короля в два коня 4 c4 конь c5 ян непомнящий как мы видим все пешки белых поставил на белые поля теперь слон с поле g2 просто узник никуда выйти не может ну и после король е3 конь d7 слон f1 король f8 слон d3 король е7 слон c2 король f8 соперники начали просто топтаться на месте король d4 король е7 король е3 король f8 король f3 король е7 король е3 сделав этот ход уэсли со предложил ничью и ян непомнящий эту ничью принял так как изначально он на нее собственно практически и играл и так в этой партии у нас победитель не был выявлен идем дальше белыми играл янг шиштоф дуда черными играл ливон аронян в этой партии у нас был разыгран ферзевый гамбит защита рогозина после слон g5 dc белый захватывает центр играя е4 угрожая ходом е5 но черные этого не боятся и подрывают пешечный центр белых ходом c5 е5 и cd черные в ответ сами нападают на коня конь бьет d4 слон бьет c3 bc ну и теперь казалось бы что вроде бы связка решает но выручает ход ферзь a5 черные нападают на пешку на c3 а самое главное то что нападают еще и на слона на поле g5 после еф ферзь бьет g5 fg ферзь бьет g7 ферзь d2 рокировка черные закончили развитие белые забрали пешку на поле c4 имея ввиду то что черным плохо забирать пешку на g2 так как белый рокирует в длинную сторону и вскрытие игры конечно же скажется в их пользу ладья d8 ферзь е3 слон d7 рокировка и так разносторонние рокировки но после хода конь c6 слон b3 ладья c8 у черных также достаточно грозная позиция король b2 a5 черные начинают надвигать пешки h4 король h8 h5 ферзь е5 предлагая размен ферзей ферзь f3 играет янгшиштоф дуда и после конь бьет d4 cd ливон араньян отвечает ферзь g5 он отдает пешку на поле f7 которую янгшиштоф дуда забирает ферзь бьет f7 но a4 еще и пешку на поле e6 отдает красмейстеры соединенных штатов америки но здесь выясняется что черные пытаются добраться до белого короля слон бьет е6 слон бьет е6 ферзь бьет е6 ладья е8 и как мы видим ладьи по открытым вертикалям вторгаются в лагерь белых после ферзь d6 ладья е2 шах король a1 ладья c2 черные буквально заставляют белых объявить вечный шах поскольку защищаться здесь ну пункт на поле a2 практически не защитим а вечный шах у белых есть в запасе и янгшиштоф дуда его объявляет шах на f8 ферзь 8 шах на f6 ферзи 7 и вечный шах по полям d8 и f6 так и закончилась эта партия на 31 ходу было подписано мирное соглашение вот такая вот получилась любопытная партия идем дальше белыми играл аниш гири черными играл андрей есипенко в этой партии у нас была разыграна лондонская система после c5 dc е6 b4 играет аниш гири и пока удерживает пешку на поле c5 a5 черный подрывают c3 конь c6 после слон b5 слон d7 ферзь b3 конь h5 конь е2 конь бьет f4 конь бьет f4 получается интересная позиция где мы видим что черные пожертвовали пешку но у черных преимущество двух слонов g6 a4 слон g7 ладья 2 рокировка рокировка и так стороны закончили развитие черным пора сделать какой-то ход и вот здесь андрей есипенко неудачно сыграл он сыграл конь е5 и этот ход оказался не слишком то хороший ферзь f6 было достаточно сильно дело в том что черные таким образом препятствуют развитию коня с поля b1 поскольку конь с поля b1 вынужден защищать пешку на поле c3 теперь он не может уйти на поле d2 потому что висит пешка на поле c3 и он как-то приходит сыграть водя c2 чтобы затем вывести коня но после водя d8 конь d2 черные могут нанести такой вот мощный контрудар по центру d4 и у черных здесь отличная игра теперь cd и вместо конь бьет b4 конь бьет d4 очень сильно дело в том что конь на поле f4 подвисает и вот почему ход ферзь f6 был гораздо лучше после ед ферзь бьет f4 g3 ферзь f5 позиция постепенно уравнивается и черные здесь чувствуют себя вполне комфортно и так после рокировка конь е5 играет андрей есипенко это приводит к определенным трудностям поскольку после слон бьет d7 ферзь бьет d7 ладья d1 ферзь c6 конь d3 у белых пока сохраняется как мы видим лишняя пешка конь бьет d3 ладья бьет d3 ладья c8 конь d2 abcb и b6 играют черные срочно подрывая всю эту пешечную цепочку cb ферзь бьет b6 ну и теперь мы с вами видим четкую картину у белых преимущество однозначное потому что у них две связанных пешки на ферзьевом фланге черным нужно играть чрезвычайно осторожно но здесь аниш гири помог андрею есипенко откровенно говоря сыграв довольно слабо b5 здесь надо было просто сделать форточку сыграть g3 чтобы наводяться один шаг спокойно увести королем на поле g2 и у белых сохранялся большой перевес после например ладья c8 конь f3 a6 b5 теперь уже опять грозит и это будет смерти подобно а ферзь a5 если сыграть как в партии по аналогии то здесь белые играют ладья d2 и дальше ставит ладью на поле c2 выгоняют ладьи размены все конечно же к выгоде белых потому что у них две связанных проходных в эншпиле у них большой перевес и здесь я не знаю как андрей есипенко дальше бы пытался продолжать бороться то есть откровенно говоря у белых позиция близкая к выигранной но после хода b5 неудачно так вот аниш гири сыграл теперь черный играет ладья c1 шаг и как мы видим отсутствие форточки заставляет белых увести коня на поле f1 теперь ферзь a5 и черные надежно блокируют пешки после ладья d1 ладья c3 ферзь b1 ладья c4 черные атакуют пешку на поле а4 уже трижды и она теряется ладья d3 ладья b8 даже не спешит андрей есипенко прекрасно понимая что пешка никуда от него не уйдет ладья b3 ладья бьет а4 после ладья бьет а4 ферзь бьет а4 теперь черные отыграли пешку ну у белых есть проходная пешка но одна она никакой погоды не делает g3 слишком поздно ладья b6 черный намертво блокирует проходную h4 h5 король g2 слоны в 6 ну и здесь после конь d2 король g7 ферзь d3 играет аниш гири и андрей есипенко изящно заканчивает партию он играет слон бьет h4 и после хода же аж аниш гири предложил ничью которую конечно же андрей есипенко и принял поскольку выясняется что жертва фигуры приводит к вечному шаху ферзь g4 шах теперь уходить на поле h2 или на поле h1 плохо потому что пешка аж еще шахом потеряется надо уходить на поле f1 ну и тогда шах с поле d1 никуда убежать не может король белых и получается вечный шах поэтому после хода жаж на 33 ходу аниш гири предложил ничью ну и вот здесь как я и сказал аниш гири получил достаточно хороший перевес по дебюту но растерял его впоследствии и партия завершилась миром идем дальше белыми играл дамараджу гукеш черными играл винсент каймер в этой партии у нас была разыграна сицилианская защита вариант найдерфа после h3 е5 конь b3 слон е6 слон е3 конь d7 белые играют очень активно g4 с угрозой g5 h6 ферзь d3 конь c5 конь бьет c5 dc и ферзь е2 дамараджу гукеш отказывается от размены ферзей слон е7 слон g2 рокировка рокировка и так стороны закончили развитие позиция примерно равна ферзь b6 конь d5 после конь бьет d5 ед слон d7 вот здесь дамараджу гукеш находит очень хорошее продолжение которое обостряет игру по максимуму он играет b4 теперь пешкой бить нельзя потому что пешка связано но можно побить ферзем ферзь бьет b4 и здесь d6 скрывается слон с поле g2 и бить на поле d6 нельзя из-за хода ладья d1 и потеряется слон на двойном ударе видите два слона будут висеть слон g5 отвечает винсент каймер слон бьет g5 и тут слон b5 неожиданно нападая на ферзя и на ладью и вот здесь c3 находит дамараджу гукеш тоже интересное продолжение очень начинается позиция острая и такое мы любим вот здесь самое сильное с точки зрения компьютера был сыграть ферзь бьет е5 правда все равно и здесь в анализе находится четкое спасение после слон бьет f1 слон е7 слон бьет g2 король бьет g2 выясняется что если водя уходит то d7 и у белых перевес но здесь точный ход за черных находится ферзь d4 с разменом теперь висит ферзь висит ладья ферзь е1 надо сохранять закрытый характер позиции грозит ладья d1 и d7 ну и вот здесь после ферзь d5 шах f3 проще всего черным сыграть ладья fd8 отдать качество назад и дальше вот я вам показываю вариант где белые играют король g3 после ферзь бьет d1 ферзь бьет d8 шах король h7 ферзь е7 ферзь g1 шах король f4 ферзь c1 шах приходится соглашаться на ничью то есть белые конечно несмотря на то что у них не хватает сейчас двух пешек являются здесь формально сильнейшей стороной потому что пешка на поле d6 чрезвычайно опасная проходная а в ферзь в окончании не важно количество пешек а важно их продвинутость так вот здесь выясняется что белые не могут например там как-то играть в жадность например там играть как-то король f5 с идеей d7 d8 потому что черные делают тихий ход ферзь d2 и выигрывают партию поскольку не проходит теперь d7 g6 шах королю некуда уходить там на е4 на d4 неважно и ферзь d4 вот такой симпатичный получают белый мат ну конечно это я так вам просто показал как белые могут кооперативно проиграть после же ферзь c1 король g3 партия должна закончиться в ничью и так давайте вернемся к партии после слом b5 c3 играет дамараджу гукеш теперь ферзь а4 находит отличное продолжение винсент камер по-прежнему продолжает у белых висеть ферзь и ладья и слон ферзь бьет е5 слом бьет f1 и слом бьет h6 дамараджу гукеш продает жизнь слона подороже угроза мата не позволяет здесь черным ничего сделать надо забирать жаж водя бьет f1 сейчас как мы видим черные остались с лишним качеством после ладья е8 ферзь бьет c5 ладья е6 слон d5 но у белых очень активные фигуры плюс у черных слабый король после ладья g6 ладья b1 белый давит на пешку на поле b7 черным нужно играть чрезвычайно аккуратно но винсент камер играет h5 контратакует тем более что боев у него здесь на пункте g4 достаточно d7 ферзь бьет d7 и слон е4 отвечает дамараджу гукеш нападая на ладью нападая ферзем на пешку на поле h5 и тут винсент камер предпринял самое правильное практическое решение он отдает назад качество играя hg после слон бьет g6 fg ферзь c4 шаг ферзь f7 теперь висит пешка на поле f2 размен ферзей ферзь бьет f7 ладья бьет f7 hg ну и формально белые получили лишнюю пешку но у черных очень хорошие фигуры активная ладья активный король и ладейные окончания как известно не выигрываются и слабость пешек на ферзевом фланге белых не позволяет им рассчитывать на что-то большее король g2 ладья c7 вот уже прицепились ладья d1 дамараджу гукеш прекрасно понимает что защищаться пассивно туда же можно хуже без пешки получить то есть лишней пешкой вернее потому что король у черных активнее ладья бьет c3 ладья d6 ну и белый просто уходят в актив и спокойно делает ничью кроли в 7 ладья бьет a6 b4 g5 b3 a b ладья бьет b3 2 на 1 на одном фланге это мертвые ничья ладья f6 шаг король g7 и сделав контрольный 40 ход f3 дамараджу гукеш предложил винсенту каймеру ничью и шахматист из германии эту самую ничью принял и так и в этой партии у нас тоже не был выявлен победитель идем дальше белыми играл на дербек абдусаторов черными играл ромиш бабу прогнананха в этой партии у нас была разыграна сицилианская защита вариант алапина после d4 конь f6 слон е2 е6 прокировка cd cd белый получают изолятор на поле d4 слон е7 конь c3 ферзь d6 конь b5 ферзь d8 слон f4 и конь d5 черные надежно блокируют пешку на поле d4 слон g3 рокировка ладья c1 слон d7 и конь d6 отвечает на дербек абдусаторов внедряя своего коня терпеть такую лошадь тяжело слон бьет d6 слон бьет d6 конь е7 и слон а3 играет на дербек после ладья е8 конь е5 конь g6 ромиш бабу прогнананха спокойно упрощает позицию дело в том что упрощение выгодно черным так как у белых слабость на поле d4 ферзь d2 конь f4 слон f3 слон b5 ладья d1 ферзь f6 после слон d6 ладья d8 конь g4 ферзь f5 начинаются упрощение слон бьет f4 ферзь бьет f4 конь е3 слон c6 конь бьет d5 ферзь бьет d2 ладья бьет d2 слон бьет d5 после ладья c7 получается ладейное окончание король f8 слон бьет d5 е.д. ну и теперь и у белых и у черных взаимные слабости на полях d5 и d4 после g4 белый мат не зевают по первой горизонтали теперь черный защищает пешку на поле b7 ну и здесь конечно соперники могли гораздо быстрее согласиться на ничью но на дербек обдусаторов играл до самого упора пытался здесь что-то изобрести пытался залезть значит у ладей добраться до пешки на поле g7 чтобы где-то попытаться образовать проходную пешку но при этом черные также нигде ничем не рисковали они получили свою проходную по вертикали d и постепенно партия очень быстро иссушается у черных даже сейчас как мы видим лишняя пешка но белый нападают на пешку на поле b7 черные играют король f6 и после водя бьет b7 водя е2 шах отдают пешку на d4 но взамен добираются до пешки на поле g4 после наступает всемирное такое вот истребление пешек и соперники практически доигрались до голых королей на пятьдесят восьмом ходу согласились на ничью ну что друзья сегодня тот день когда на турнире не было ни одной результативной партии вот такой вот настоящий рыбный день то есть все партии завершились ничью причем некоторые партии были интересные а некоторые партии были откровенно говоря скучные и проходные ну мне кажется это произошло потому что следующий день на турнире будет выходной и соперники хотели как можно скорее пойти отдыхать ну что ж отдохнут участники отдохнем и мы но сначала на экране вы сейчас видите результаты всех участников понятное дело что все ничьи но ради протокола надо показать и турнирное положение которое никоим образом не изменилось поскольку абсолютно все партии закончились в ничью также по-прежнему лидирует американский гроссмейстер ливон аронян на сегодня у меня все друзья если обзор вам понравился поставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале для вашего удобства если вы щелкните на левую конечную заставку то вы увидите обзор предыдущего тура супер турнира в ярче с мастерс или же алгоритм youtube подберет для вас какое-нибудь интересное видео на моем канале справа будет обзор следующего тура или же также алгоритм youtube подберет новые интересные видео для вас на моем канале таким образом все сделано специально для вашего удобства чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер турнир в ярче с мастерс от первого до последнего тура находясь на моем канале спасибо вам за внимание для вас работал олег саламаха играйте в шахматы любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира слева